МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые скейтборды кардинально отличались от нынешних. Многие думают, что скейт произошел от самоката, у которого всего лишь сняли руль. Но это не так. Скейтборд произошел от сферфинга и как сферфинг появился в Калифорнии. До сих пор считается, что лучшие скейтеры живут в Америке. Однако новой римской молодежи готовы оспаривать это утверждение. Первый скейт салавату купили после того, как он посмотрел одноименный фильм. Многим трюкам он учился также подскачанным из интернета видео. Ради доски он 4 года назад отказался от роликов и не жалеет об этом. Передвижение легкое. По городу передвигаться легко. По песку можно пройтись. На роликах так не пройдешь через нашу местность. Это активное передвижение, это физическая подготовка хорошая будет. Высокая скорость, адреналин. На скейте катаюсь из-за адреналина. За это так. Популярность скейтборда во всем мире феноменальная. Каждый год продаются десятки миллионов штук. Однако история развития этого вида спорта не была гладкой. После того, как скейтеры начали придумать новые трюки, способные привести к тяжелым трамвам, скейтборд стали запрещать. В середине 80-х были закрыты все скейтпарки в Америке. Где-то скейтборд даже стал противозаконным. Возможность получить травму ученика 12-й школы Олега не пугает. Сейчас у него уже 13-я по счету доска. Все ее предшественницы сломаны в время отработки трюков. Особенно жалко первый скейт, который купила бабушка. Три года назад мне бабушка купила скейт. Я решил попробовать кататься. И вот так у меня затянуло, стало кататься. Интересно. Скорость экстрим. И для себя тоже. Стороннему наблюдателю недомек. Зачем тратить несколько дней или даже месяцев до отработки одного трюка. Скейтеры такой страсть. Доски с колесами объясняют просто. Удовольствие получаем от нескольких секунд полета. Гораздо больше, чем от пива и сигарет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова